Хорошо, вместе Бэнп, с чего мне начать? Деньги драгоценны, а время драгоценно, и где-то в будущем нам придется пойти на некоторые жертвы. Но это не относится к соединению Би и Би. Это, безусловно, одна из величайших игр, в которые, как мне кажется, я когда-либо играл. В нем есть несколько полезных персонажей, несколько содержательных бесед. У них нет будущего. Я просто, я не могу насытиться этим. Справедливо будет сказать, что после 27 часов совместной работы в Бэнп, я могу с уверенностью сказать, что это мастер-класс по рассказыванию историй. На первый взгляд, это выглядит плоским и неинтересным, но чем больше вы это раскрываете, тем больше вы скоро поймете, что здесь происходит гораздо больше. Теперь у меня есть несколько теорий о том, что происходит. Номер один. Мы в Матрице, но там есть этот очень ужасный искусственный интеллект, и это плохая ярость. Номер два. Мутантный штамм грибов захватил человечество, контролируя его, и он пытается захватить мир. Я, последний невосприимчивый человек, должен решить, жить ли мне с грибами или уничтожить их. Вам. И мой личный фаворит теория. Номер три. Инопланетяне похитили меня и увезли на свою планету, чтобы воссоздать естественную среду обитания человека для человеческого совокупления. Все это должно быть было основано на просмотре множества японских аниме-ужасов. И это должно быть в альфа-фазе тестирования, потому что людям нужно гораздо больше работы. Что-нибудь еще. Но хватит моих нелепых теорий. Давайте перейдем к сути игры. Мы начинаем с телефонного звонка, и мы уже можем сказать, что эта игра станет абсолютно легендарной. Слава богу, ваш брат вышел и с тех пор вернулся. Мы приходим в дом и встречаем свободных существ, выдающих себя за людей. У нас есть учитель английского языка Большого Боба, фанаты только японского языка, мегазвезда. У нее десятки тысяч поклонников в интернете. Им понравилось ее выступление. О, держу пари, что так оно и было. А потом мы встречаем последний автобус, грубую русскую кофейщицу, которая только и делает, что говорит о кофе. О, кофе такой отвратительный на вкус. Теперь все части в игре, пришло время приступить к некоторым сумасшедшим квестовым линиям. Первые задания. Мы должны найти ключ, чтобы попасть в комнату нашего брата. Кто пропал без вести? Ого. Теперь это трудно, потому что после того, как я потратил добрых 30 минут на охоту по дому и не преследовал девочек. О, о, да. Умно для камеры. Я наконец-то получил подсказку, где найти ключ. Это под огнетушителем. Ого, ничего себе. Так весело. Очень хорошо. Войдя в комнату, вы найдете пистолет. Вы найдете несколько ключей. Вы найдете расположение некоторых магазинов, которые вы должны посетить. Вот тут-то мой страх действительно вступает в игру. Потому что у меня нет машины. Как я попал в B и B? Возможно, мой разум уже захвачен грибами. Так или иначе, чтобы добраться до магазинов, у меня нет машины. Поэтому я должен идти пешком. Я провожу добрых 20 минут пешком, и игра просто начинает меня грабить. Это так забавно. Теперь, кроме BBC, у нас есть еще три здания, которые мы можем посетить. У нас есть лесной ящик. Это наш мусорный вентилятор. У нас есть магазин «Зеленая жизнь». Здесь продается еда. И у нас есть оружейный магазин. Это звучит так, как вы думаете, что это будет продаваться. Итак, вы разговариваете со всеми ребятами, впитываете их богатый диалог. Он сказал мне, что уже два часа болтает с цыпочкой по телефону. Почему он просто не... Это тоже занимает два часа. Ух ты. О боже. А потом вы встречаете этого парня. Этот парень, мой личный фаворит. Этот парень похож на Джонни Сильверхэнда. Если ученые заменят его ДНК чистыми джинсами чада, в надежде создать величайшего чада, который когда-либо ходил по земле. Сьюзи, папа здесь, чтобы отшлепать вас. В любом случае, короче говоря, он дает нам ключ, чтобы открыть сейф. В нашей комнате у нас есть какой-то долларовый учитель, а кофейная девушка просит какую-то ерунду. Итак, мы должны пойти в магазин. Мы получаем товар. Они не показывают нам товар. Привет. Нет, вернитесь, пожалуйста. Потом появляется какой-то чертов проныра и пытается украсть у меня шоу. Вы знаете, что у меня этого не было. Итак, я бам. Итак, после того, как я не застрелю этого парня, он скажет мне, где находится мой брат. В любом случае, это здесь, в этом доме. Так что я проверяю это. Меня пугает волк. Я убиваю волка, я нахожу это, и все. Ге-ге, игра окончена. Поздравляю. Вы только что потратили 14 фунтов на двухчасовую игру. Оно того стоит. Там есть машина, а также еще один пистолет. Съемки – это действительно шоу ужасов. Помогите мне. Почему вы убили меня? Но кроме этого, девушки никогда не разговаривают со мной. И все они удобно заняты, или, черт возьми, время, когда я чувствую, что меня окружают друзья. Я поговорю с вами позже, чтобы подарить им приятные вещи, пока они ведут себя так, как будто меня даже не существует. И тогда я понял, что эта игра – всего лишь симулятор симп. О нет, я сейчас немного занята. Не могу сопровождать вас. Занят? Занят чем? Я занят тем, что просто стою в вашей комнате. Но я действительно планировал еще немного поиздеваться. Я хотел посмотреть, на что была похожа дегустация вин. Может быть, вы увидите, как они плавают в магазине, где продавалось несколько бикини. Я подумал, может быть, если я осчастливлю владельца магазина, то смогу одеть их в бикини. Но, к сожалению, в игре появилось обновление. Это сработало. Я не смог снова открыть игру. Пара перезапусков позже, несколько переустановок и никаких кубиков. Я думаю, они поняли, что я их раскусил. Вы видите это здесь, волшебную книгу. Происходит какой-то Гарри Поттер. Она такая, о, ребята, он заметил меня. Поэтому она решает убежать в другой конец комнаты. В любом случае, я бы настоятельно рекомендовал эту игру так же, как я бы настоятельно рекомендовал присоединиться к моему списку Патрианс, нажав на эту кнопку здесь. Большое спасибо еще одному Геккону. Все еще самый настоящий братан. Я человек-обезьяна. Плачу по мне. Человек-обезьяна плачет по телевизору. Спасибо вам за наблюдение и мир. Теперь я видел NBA Jam миллион раз. Это будет легко. О, да ладно вам. А нет, нет. Это игра. Я ненавижу это.